Добрый день. Русская община всегда была основой России как государства. Многие века. И я вам просто скажу сейчас то, что я понимаю, и насколько это будет влиять на ситуацию в стране. Простой вопрос. Присяжные заседатели в суде. Этих присяжных заседателей 12 человек и выбирать их должна община. Причем возраст выбранных от 16 лет и до бесконечности. Насколько старым бы человек не был. Он от этого глупее, как правило, не становится. И все вопросы, которые возникают в окружении этих людей, будут подниматься на общине. Присяжные заседатели должны присутствовать и в закрытых судах. Просто присяжные заседатели должны иметь степень секретности. Вот и все. Хочу и посмотреть, как после этого судьи смогут за взятки, за связи принимать незаконные решения. Это будет невозможно. Невозможно ни при каких обстоятельствах. И именно честь и совесть русских будут всегда под защитой. Вот так-то. Вот вам первый пример. Это только начало. Значит, должны... Не нужно никакой партии создавать общие. Ни в коем случае. Потому что по партии всегда могут наносить давление, удар. А по всем русским нанести удар будет невозможно. Скорее, будет наоборот. Поэтому не должна партия. Должно происходить так. Допустим, решают какое-то... Через какое-то время решение каждой общины подниматься вверх. Значит, представители этой общины проводят... Вернее, община. Все вместе проводят совещание. Поднимают какие-то вопросы. Эти вопросы берёт их представитель. И идёт следующая встреча уже представителей первичных общин. И так далее, и так далее. Все вопросы, которые подняты, будут обсуждаться на каждой встрече. Будут обсуждаться. И в конечном счёте, те, которые останутся наверху, они будут представлять из себя русскую общину. И во всех ситуациях, которые будут проводиться, допустим, той же думой, кем угодно, они будут представлять интересы русского сообщества. Вот так-то. И это просто. И поменять его, сломать будет невозможно. Вот так. Дальше общины будут участвовать в выборах. И по этому же принципу, как говорил раньше, они будут выдвигать тех людей, которые считают достойны, достойны быть избранными туда, куда проходят выборы в данный момент, в ход до Государственной Думы. только таким путём. И посмотрим, чем это закончится. Я уверен, что будут выбираться только достойные люди. Если даже кто-то случайно зачешется в ряды, что маловероятно, то он недолго там поработает, он будет отозван, и будет проведена ему замена. Вот так. Поэтому я даже улыбаюсь от того, что, представляю, произойдёт. С теми же судьями и с другими, которые работают неизвестно на кого под американским соусом. Ну, посмотрим. А что они хотели этим хьюзским протоколом? Развалить Россию. Поскольку у них идея, что русские должны уничтожать русских, а как они могут их уничтожать, если будет община? Община с общиной. Воевать не будет. Они всегда найдут общий язык, потому что интересы населения на данный момент полностью совпадают. Они совершенно понятны. И вот теперь после этого появится и сила, стоящая за Путиным. Лидерство у нас есть. И русский дух в нём периодически проявляется. Но очень тяжело при таком окружении, которое его окружает. Вы же прекрасно понимаете, что на правительство, на наше, давит и сетевая организация масонов, которые работают не для русских. Я не говорю, что от них идёт один вред. Но и вреда достаточно. Это сто процентов. Иначе как мог быть выбран Гельцин? Это же вообще посмешище с одной стороны. Это уникальная вещь. Это дешевле было Ронгутанга посадить на его место. Вот так вот. Даже Ронгутанг бы такого дела не придумал, если мы смогли бы объяснить, какое нужно принимать решение. Вот так. Ну что, обнимаю вас. Здоровья, счастья. И Родина, Россия прежде всего. Боремся за неё, чтобы от всех прихвостей, которые не дают ей нормально развиваться, и быть тем, что она от Бога положена, и должна представлять из себя, не место в нашей стране. Пускай их берут, кто хочет. Пускай не им разваливают страну. До свидания. Здоровья. Удачи.